Всем привет, с вами GrimOne на канале GrimFitch Studio. В этом видео мы создадим логику, по которой будет появляться описание предмета, а также сам виджет, описание предмета. Давайте приступать. Для начала я хочу исправить одну ошибку, которая возникала с коллизиями, когда мы сталкивались с предметом и улетали куда-то. Для того, чтобы избавиться от этой ошибки, нам нужно настроить коллизии. Вот. Я показываю вам, как выглядят коллизии. Можете поставить на паузу и повторить. Здесь коллизии выглядят вот так. Следом мы перейдем в сам предмет, то есть в его коллизии, world actor. И здесь есть несколько важных моментов. Mesh. Ну, мэш у вас правильно настроен. Следом виджет. Вот здесь главное. Коллизии нужно отключить, потому что вот здесь, видите, он реагировал, но он не должен реагировать. И последнее. Вот. Здесь мы выключаем на физик коллижен. Нам не нужна физика на интеракт коллижен. Все. Думаю, вы уже успели посмотреть. Если не успели, можете поставить на паузу, посмотреть. Ну, а мы двигаемся дальше и непосредственно к теме урока. Для этого мы перейдем в player system, blueprint, виджет и создадим юзер интерфейс, который будет называться desk.wb. То есть, окно описания. И здесь нам нужно создать виджет. Я использую size box. И размер size box я устанавливаю custom. Размеры делаю 280 на 200. Width override, height override я делаю то же самое, чтобы их размер никогда не менялся. Он всегда будет такого размера. Окей. Следом я добавляю сюда canvas panel. Все. С этим canvas panel мы и будем работать. Первым мы добавляем сюда image. Image. Вот он. Раз. Anchor мы ставим полностью. Offset мы делаем как раз размерами полностью. То есть, 0, 0. Он покрывает весь размер. Отлично. The order я делаю минус 5. Ну, или давайте сделаем 0. Я потом покажу, как это исправить. Tint. Tint мы выбираем самостоятельно. Какой цвет нам больше нравится. Для описания я возьму что-то около вот такого голубоватого. Вот так. И прозрачность. Так, нет. Это браш, да. Здесь tint, да. И все вот так. И в color in opacity я добавлю немного прозрачности. Я не хочу, чтобы описание закрывало полностью задний фон. Пусть он будет чуть-чуть прозрачно. Давайте, ну и всем нормально. Окей. Следом я беру еще один имидж и добавляю опять же в canvas panel. Этот имидж давайте мы переименуем и уберем здесь галочку. Она не должна быть. Это не переменная. Это просто картинка. Это я назову border. А вот это. И опять же галочку убираю. Это background. Вот так. Background я устанавливаю опять же на весь экран. Но здесь я уже добавляю offset по 15. Это опять же на ваше усмотрение. Какого размера будет offset. То есть это отступы вот эти. Можете сделать. Ну я покажу для примера. Например, я делаю 50. И мы видим, что отступ теперь такой. Но мне нужно 15. Все. Далее. Я the order ставлю один. Чтобы он был всегда впереди бордера. Дальше tint. Я делаю чуть более зеленоватым. Но все еще таким аквамадином. Ну вот так пусть будет. Окей. Полупрозрачность опять же я здесь делаю 0.7. Все. Готово. Следом я сюда добавляю size box. Я беру size box и добавляю в canvas panel. Size box я устанавливаю. Так, это мы не трогаем. Я беру size box. Так что он делает не то. Вот так. Size box получается я устанавливаю 16 на 16. Размеры. Размеры я делал где-то 80 на 80. Вот так. И следом. Я сюда добавляю the order. Где-то. Ну давайте сделаем 3. Потому что. Хотя нет. Все еще background. Опять же. With overwrite и height overwrite. Мы повторяем. Вот так. Следом я сюда добавляю еще один image. Это я пишу icon background. И это у нас тоже не переменная. Tint здесь я ставлю уже ближе к зеленому. Ну вот как-то вот так. И color на opacity я опять делаю 0.6. Даже вот так. Ок. Следом я беру еще один image. Только. А, у нас на size box они начинают. Size box. Теперь еще один в canvas panel. Я беру этот size box. И меняю его позицию на 16.16. Как он здесь был. Здесь я размер делаю 70 на 70. И я сюда, депозития, добавляю небольшие эти корректировки. Ну вот так. То есть я создал size box внутри этого size box. Давайте сделаем чуть меньше. Давайте сделаем 65 на 65. И здесь я, соответственно, 5, да, получается. Нет, я плохую цифру выбрал. Давайте 68 на 68. Здесь мы делаем 23 на 23. Чтобы по центру было. Ну вот так где-то. Ок. И в этот size box добавляем image. Я беру его, добавляю сюда. Так. Этот image. Так, где у нас size box? Здесь size box уже третий. Вот так. И этот image уже является имиджем. Icon. Только не icon, а item. Icon. То есть это уже иконка предмета. И оно уже будет, соответственно, здесь. Item icon tint мы ничего не ставим. Да, кстати, icon background. Мы здесь draw as ставим box. Background ставим здесь тип опять же box. И border мы тоже ставим box. Здесь мы ничего не ставим. Здесь будет иконка предмета записываться. Все. С иконкой предмет разобрались. Мы берем снова size box. Следующим у нас будет название предмета. Так, 98. 100. Да, 100. 100. Здесь мы сделаем 20. Да, вот так. Размер 160 на 25. The order 5. Это всегда будет впереди. И опять же, размер мы ставим на перезапись. В этот size box мы добавляем текстовый блок. Так, нет, не editable text box. Текст. Вот так. Текст мы делаем alignment посередине. Шрифт где-то, ну, 18 достаточно. Даже давайте 16 сделаем. Bold я меняю на regular. И цвет, вот, color на пасте я делал черным. Все. Если у вас есть шрифт, можете сюда добавить шрифт. У меня шрифтов здесь записанных нет. Поэтому, соответственно, так будет выглядеть. Окей. Justification по центру. Все. У меня в этом текстбоксе будет записываться... Это переменная. Будет записываться название предмета. Item name. Следом. Следом. Вот здесь я напишу тоже item name, чтобы наглядно было. Следом я дублирую эту функцию. Ну, в size box в смысле. Я беру этот size box и вставляю вот сюда. Но я меняю здесь size на 20. И здесь текст. Я делаю item type. Item type. Shift будет 14. Name, соответственно, я тоже меняю здесь на item type. Вот так. Давайте мы сделаем еще один size box. И добавим его тоже в canvas panel. И этот size box будет уже вот здесь. Тут 100. Вот так. И размер здесь будет уже 240 на... До конца 80. Вот так. Отлично. Опять же, размер мы устанавливаем. Те, которые есть. То есть, вот оно, да. И в этот size box мы добавляем уже как раз multi-line text box. Вот он. Я выберу multi-line text box. Переименовываю его в item description. Item desk. И еще. Здесь внутри текста я напишу тоже. Item description. Вот так. Также этот size box я тоже делаю order 5. Так, этот size box 5. 5. Текст. Где у нас картинка? Так, здесь у нас тоже 5. Все, окей. Description. Description мы листаем вниз и находим auto-wrap. Здесь должен ставить галочка 1. И второе. Мы должны найти either red only и поставить галочку. Все. Поднимаемся наверх. Background image reward. Red only. Открываем. Draw as. Ставим none. Все, у нас эта коробочка пропала. Отлично. Следом мы опускаемся вниз. Но это закрываем style. Откроем text style. И здесь есть font. Здесь ставим 12. Все, больше мы здесь ничего не меняем. Если у вас есть шрифт, можете здесь опять же добавить. Шрифта у меня нет, я не добавляю. В style вы можете также открыть. И найти такую вещь как font. И foreground color. Foreground color меняет цвет текста. Font, соответственно, тоже. Тут уже стоит 12. Можете тут что-то поменять. Но все, в принципе, мы уже сделали основное. Так, далее. Мы это все сделали. И теперь я сделал просто косметические такие моменты. Вы можете их не делать. Можете это пропустить. Но я хочу добавить немного красоты. Да, кстати, item description у нас это variable. Item type это variable. Item name это variable. И item icon variable. Все, остальные variable не должны быть. Теперь идем в граф. 4, правильно. Все, возвращаем сюда опять. Теперь я навожу красоту. Что я делаю? Я беру просто сюда, добавляю. Size box. Так, и я его размер делаю 22. Так, позишн здесь 50. 52. 51. Вот так. Здесь его размер сделаю 160. 164. Отлично. Здесь я делаю 98. Вот так. И я добавляю сюда image. Я беру image и добавляю в этот size box. Я беру этот image и ставлю его так в этот size box. Для начала зайдем в the order 4. Или в image захожу. И здесь и tint меняю. Допустим, вот так. Теперь я возвращаюсь к item type. Да, вот он. Он посередине. И я здесь делаю, давайте, 13. Вот так. И я хочу еще сделать то же самое. То есть, еще один такой size box. Так, здесь image не переменная. Я возьму это и добавлю сюда. Опять же, здесь я сделаю 98. Здесь пусть будет 20. Size 164. Здесь size у нас 32. Так, здесь давайте сделаем 18. 16. Ну, где-то 16, да, получается. 17 делаем. И опять же, здесь я image меняю. Цвет image. Здесь я хочу сделать, ну, допустим, как-то вот. Вот так. Немного грубовато получилось, но это не важно. Мы это все делаем просто для красоты. Что дальше? Мы берем при констракте event tick. Мы создаем переменную, которая будет называться item structure. Тип у нас, как вы уже догадываетесь, item structure. Вот он. Instant editable expose and spawn. Compile save. Я беру эту переменную. Get. Расщепляю ее. Speed struct pin. Все. И отсюда я начинаю подавать все данные. Давайте начнем с name. Set text. Я подключаю set text сюда. Замечательно. Name я подключаю сюда. Я беру еще раз этот же pin и подключаюсь сюда. Теперь я беру item description. Вот он. Здесь я тоже делаю set text. Подключаю его сюда и этом подключаем сюда. Замечательно. Следующее. Мы берем item type. Да? Item type я делаю set text. Но тут есть один нюанс. Если я возьму item type и подтяну сюда, то я не могу его подключить никаким образом. И он даже не предлагает конвертировать. Но мы можем конвертировать это в строку. Строка это уже текстовый тип, поэтому мы можем его подключить через конвертацию string в текст. То есть мы сделали двойную конвертацию и теперь все подключается. Последнее, что мы должны подключить это item icon. То есть картинку предмета. Картинка предмета у нас уже есть. Мы берем set brush from texture. Вот оно. Это сюда. А текстура у нас тут, как вы знаете, есть. Ой. Вот так. Давайте сделаем по низу. Тогда будет неплохо так работать. Вот так. Все. Это все, что нужно было здесь сделать по логике. То есть когда мы будем создавать этот виджет, все это будет настраиваться. Каждый раз, когда мы будем создавать. Здесь мы закончили. Переходим в слот виджет blueprint. Переходим в граф. Переходим сюда. И здесь нам нужно переписать две функции. Видите, function. Здесь есть такая функция, как onMouseEnter. То есть когда мышка вступила в этот слот. Также есть обратная функция onMouseLeave. Все, что нам здесь нужно сделать, это вызвать. Так, подождите, у нас есть ExposedSpawn Inventory. Я беру Inventory. Вызываю его сюда. И здесь вызывают такую функцию, как getSlotData. Мы ее создавали. Вы можете понять, какая-то функция по вот этому элементу. То есть это функция, которая проверяет, пустой ли слот или нет. Нам нужно проверить именно это. То есть я создаю branch. Подключай сюда. И здесь я делаю node. Потому что я хочу, чтобы у меня слот был не пустым, когда я выполняю функцию. То же самое можно делать без node. Но тогда вы через false будете делать. Но я хочу через true делать, поэтому я добавляю node. Что дальше? После того, как мы проверили, пустой ли слот. Если слот не пустой, то описание предмета должно появиться. Если слот пустой, то никакого описания у него не может быть. И на этом, собственно говоря, все закончится. Итак, после этого я создам Sequencer. Sequencer. Sequencer, по сути, это деление на несколько действий. То есть первое действие вот это, а потом вот это, а потом, если вы создаете и так далее. Первое действие, которое я хочу сделать, это удалить. Виджет, который мы будем создавать в Zen1. Но у нас еще нет виджета, поэтому мы оставим этот момент. И начнем отсюда. Я делаю первым делом Create. Create. Create widget. Виджет. Вот он. Здесь мы делаем класс. Диск. То, что мы создали. И здесь подается item structure. Если у вас item structure здесь не появился, то вы возвращаетесь в description, открываете граф, нажимаете вот сюда и проверяете вот эти галочки. Если у вас этих галочек нет, то у вас не появится. Если у вас галочки стоят, то у вас появится. Если не появились, перезапустите редактор. Значит, какой-то баг, потому что это так работает. Теперь я беру item structure отсюда и просто его подаю сюда. Это все, что нужно было здесь сделать. Далее мы перейдем к графическим элементам, то есть уже будем наводить красоту. Как это все будет работать? Я беру на return value, записываю переменную. Перемена будет называться desk.vb.ref. То есть мы записываем его в ссылку, потому что мы сейчас будем ее вызывать. Следом мы сделаем следующее. Я вызову игрока. Get player character. Так, у нас есть тут event? Нету, да? Давайте мы сделаем это. На event construct. На event construct, то есть первый раз, когда слов появился, у него будет записываться cast to player char vp. И отсюда мы делаем промоут его ребер, player ref. Все. Чтобы референс игрока уже существовал. Следом мы вернемся сюда. Теперь мы возьмем player ref. Я здесь делал is valid. На всякий случай, если вдруг игрок исчез из мира, он умер или что-то с ним случилось, is valid не будет выдавать, is not valid. Ну, вернее, is valid не будет срабатывать, и, соответственно, этот код не будет работать. Если мы проверку не сделаем, а игрок умер, то будет выдаваться ошибка. Чтобы этой ошибки не было, делаем is valid. Надеюсь, понятно. Теперь, когда у нас есть игрок, мы можем вызвать отсюда его экран, да, vp.ref. Вот он. Из этого экрана мы вызываем canvas panel. У него есть canvas. Вот он. И здесь мы делаем add child to canvas. Я подключаю сюда. Все. Content – это вот этот самый Blueprint. Следом, после того, как мы добавили его сюда, мы должны настроить его позицию. Поэтому я делаю setAutoSize и отсюда же setPosition. Все. Вот так. Теперь, когда позицию у нас... Давайте позицию напишем. Какого у нас будет позицию? Давайте напишем 450 на 450. Потом настроим. Итак, у нас уже есть эта логика. До появления виджета. Теперь на event mouse leave мы берем в description vb.ref. Делаем is valid, потому что в начале, когда у нас еще нет слота, ну, вернее, нету описания, то оно не появлялось никогда. Если мы попробуем убрать мышку, например, с пустого слота, то он попытается удалить. Но удалить будет нечего. И он будет выдавать ошибку. Поэтому is valid. И после is valid мы делаем отсюда remove from parent. То есть, если у нас было описание, то оно исчезнет. Что делаем дальше? Дальше мы берем вот это, вот это, и вот это. И дублируем. Таргет мы подключаем сюда. Это мы подключаем вот сюда. Мы это здесь делаем для того, чтобы у нас, перед тем, как создался новый виджет, старый всегда удалялся. То есть, сначала удаляется старый, а потом появляется новый. Если так не делать, то какой-нибудь слабый компьютер, у которого лагает курсор в игре, сможет дублировать виджеты, потому что, когда мы будем ухватить мышку, он может не сработать вот этот ивент. Потому что, ну, мышка иногда лагает, знаете, да, они телепортируются, как будто. И вот в такие моменты не срабатывают это действие, поэтому может продублироваться. Но в таком случае, который мы сейчас сделали, это невозможно. Будет сначала удаляться, а потом создаваться новый. Думаю, понятно, и мы можем, наконец, проверить. Ах, да. Берем здесь слот индекс и подключаем сразу. Теперь мы готовы проверять. Я делал Compile, Save. Давайте посмотрим. И заодно проверим коллизии. Смотрите, теперь, если я прихожу к предмету, я прохожу сквозь. То есть, я не могу пройти и залезть на предмет, он не может меня перекрутить, потому что я на него не реагирую. Я считаю, что так правильнее делать, чем если бы он реагировал на предмет. Потому что, когда мы реагируем на предмет, да, то мы можем чисто теоретически собрать кучу предметов в одну кучу где-то и сделать из этого какую-то лестницу, и залезть куда-то, и сломать игру, например, да. Ну, например, вот представьте, там горы, да. Я соберу кучу хлама в одной точке, создам гору, как лестницу, и залезу и перелезу через карту. Такого не должно быть в игре, нужно такие вещи учитывать. Поэтому, например, я сделал, что предмет нереагируемый. Итак, я подбираю предмет, и давайте посмотрим, появляется ли описание. Не появляется, потому что слоты пустые. Если я навожу на полный слот, то мы видим, что предмет появляется. И у него появляются надписи. Видите, ресурс выделен. Название предмета, опять же, выделено. Выделение не совсем хорошее у названия. А вот ресурс выделен хорошо, его видно. Но, опять же, это дело вкуса. Потом это можно всегда откорректировать. Мы сейчас откорректируем цвета. Но главное, что все работает, размеры не плывут, и местонахождение, ну, не совсем, конечно, хорошее. Смотрите, я убираю, да. И виджет исчезает. Давайте попробую взять другой предмет, например, камень. Мы видим, да, что я навожу. Мы видим, да, что я закрываю инвентарь, то и описание все равно исчезает. Выглядит неплохо, да? То есть у нас осталось косметически исправить цвета и изменить позицию. Позиция приблизительно правильная. То есть она находится вот, мы видим, да, где. Окей. Где у нас позиция? Х можно сделать где-то 420. Игрек, в принципе, нормальный. Компайл сейф. И давайте мы вернемся в дизайнер описания и чуть-чуть изменим цвета рамок. Вот здесь у нас получается. Icon Background. Нужно сделать чуть более акцентированный цвет. Давайте мы сделаем тот, который был. Да, вот Tint. Но я сделал его темнее. Вот так. Следом Name. Я сделал примерно то же самое. Опять же у нас Name с Icebox. Вот это было, да? Допустим, вот так. Item Type. Size Box, да? Можно сделать чуть пониже. То есть здесь 56, например. И следом вот этот Size Box. Я, получается, тоже делаю ниже. Вот так. Compile Save. И давайте посмотрим теперь, как это все выглядит. Да, уже выглядит лучше, уже выделяется. Но опять же, это дело красоты. Можно убирать их вообще. Можно оставить. Можно делать по-своему. Я показываю пример. Ну, опять же, вуд выглядит не совсем хорошо, но все остальное выглядит неплохо. В целом мы создали то, что хотели. У нас есть виджет Описание. Он запускается, как мы наводим мышкой. Как мышку мы убираем, то описание тоже исчезает. А на этом это видео подходит к концу. Ставьте лайк, если вам понравилось. Было полезно и интересно. Узнаем для себя что-то новое. Пишите в комментариях, какие у вас возникли вопросы, какие у вас есть предложения. А также подписывайтесь на канал. С вами был GreenOne. Вы были на канале GreenFuture Studio. И до скорого. Редактор субтитров А.Семкин